Друзья мои, я вас безусловно приветствую на канале Донати и сегодня в этом видео мы разберем такую важную тему, как на телефоне Xiaomi разрешить установку приложений из неизвестных источников, соответственно. Не только даже установку, но и вообще скачивание из браузера и так далее, да? В каких случаях это может пригодиться? Ну, допустим, вы хотите установить какую-то игру не из Play Market, потому что, безусловно, это не панацея, да? Так, понятно. Значит, подойдет для любого телефона Xiaomi на более-менее свежей версии MIUI. У меня MIUI Global 11.01, у вас может быть чуть младше, чуть старше и так далее. Версия не столь на самом деле важна. Друзья, а вы, как всегда, ставьте лайк этому полезному обучающему контенту, который помогает людям. А мы с вами, чтобы разрешить установку из неизвестных источников, отправляемся в настройки. И здесь все весьма просто, значит. Идем в приложение. Кстати, также, помимо этого, я вам покажу, как увеличить значки на вашем телефоне Xiaomi. Смотрите, какие они у меня огромные. Просто от этого яркость зашкаливает. Соответственно, сочность значков стала выше. Ну, или наоборот, как их уменьшить, да? Вот, эта фишка появилась в новых версиях MIUI. Ну, относительно новых. Давайте, смотрите внимательно, будет бонус классный. Идем в приложение, значит. Идем в все приложения сперва. И здесь наша задача разобраться, каким браузером мы, соответственно, пользуемся. Если мы пользуемся встроенным браузером Xiaomi, то мы ищем его. Если мы пользуемся Chrome, то мы, соответственно, открываем Chrome. Можно зайти в разрешение приложений и посмотреть, какие разрешения у приложения есть, да? Но нас интересует следующий параметр. Установка из неизвестных источников. Ну, вы можете все почитать. Я не буду вам пересказывать, да? Время занимать. Посмотрите, почитайте. Чтобы разрешить установку из этого источника, нажмите, соответственно, ползунок. Потом я рекомендую, когда вы все сделаете, выключить этот ползунок. И включать его только тогда, когда вам это реально необходимо. Итак, с основной темой видео закончено, я считаю. Потому что, в принципе, я думаю, не стоит объяснять, как это сделать на другом браузере. Потому что делается на любом, соответственно, браузере. Ищите, допустим, MIU-ашный браузер и делаете там то же самое, да, соответственно. Но мы можем найти сейчас, чтобы показать, вдруг кто не понял. MIU-браузер. Установка из неизвестных источников. Ставьте галочку. То же самое, как и с хромом, и с яндексом, и так далее. На любом, ребят, сработает. Итак, давайте теперь бонус. Переходим на рабочий стол. Долго нажимаем на пустое место, да. Идем в настройки. Здесь, кстати, вы можете поменять эффекты смены экранов. Вот, видите. Каскад, вращение и так далее. В общем, настройте. Как увеличить или уменьшить значки. Идем в настройки. Идем еще. И здесь будет размер значков. Вы можете сделать как минимальным. Допустим, смотрите, да, отображается. Либо S. Так. Стоп, 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 стоп. Другими словами. XL, L, M, S, X, S. Ну, как с одеждой, в общем. Все. Я делаю на максимум. Потому что в таком случае, использовании сценарии, значки становятся более яркими. Так как они, соответственно, увеличиваются. Кстати говоря, кто знает, раньше можно это было сделать через режим разработчика. Для разработчиков. Но тут через увеличение или уменьшение DP. Но раньше, за счет того, что минимальная ширина увеличивалась или уменьшалась. Пиксели было на глаз более видно. Да, вот минимальная ширина. Можно было здесь уменьшить или увеличить. Значки. Но увеличивался и текст уменьшался. Соответственно, если вы меняли вниз, то текст увеличивался, значки тоже. А вот Xiaomi, за что им, кстати, респект. Ввели новую такую функцию в своих свежих версиях MIUI. Относительно свежих. Как размер значков. Классная штука. На самом деле, потому что это действительно важно. Друзья, пользуйтесь. Вот такой вот отличный бонус. Я считаю, потому что... Ну, мне уже очень лично давно не хватало этой функции. А кому-то, наоборот, нравится, когда значки маленькие и помещаются больше. Кстати, здесь можно также еще сетку. Вот, смотрите. Сетка рабочего стола. Сколько вы хотите, чтобы помещалось в приложении? Четыре или пять? Ну, соответственно, если вы выберете пять, то у вас здесь будет помещаться в ряд пять приложений, а не четыре. Друзья мои, если вам видео понравилось, я считаю, что оно очень полезное. Это как оно напичканно буквально полезностями, да? Не одна даже тема, а несколько. Ставьте свой лайк. Спасибо вам за взаимность. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео, которые выйдут на канале Донати. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось. Что вам больше всего понравилось. Для чего вам необходимо было разрешить установку из неизвестных источников. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время, друзья, скоро, безусловно, и снова увидимся. До новых встреч!